Привет, друзья! Сегодня покажу простую и быструю, легкую сборку трехъярусного тортика с новыми, для меня новыми, собственно, подложками, которые идут по серединке с отверстием. Большое спасибо тому, кто додумался, собственно, уплотненные подложки делать с дырочками. Большое им спасибо! Также нам понадобится 4 или 5 сантиметровый полистирол, пенополистирол, который мы вырезаем по контуру нижней подложки. Собственно, подложку приклеиваем к полистиролу, это может быть термоклей или какой-то суперклей. И начинаем сборку уже сверху тортика. Тортик собран, отстоялся, и уже теперь я протыкиваю его вот такой вот деревянной шпажкой, которая, собственно, на сайтах, там, где продаются вот эти подложки с дырочками, и продается по диаметру этих дырочек. Протыкаем где-то визуально по центру тортик и ищем дырочку, которая у нас внизу, и пробуем, чтобы у нас начало заходить в полистирол. И также, для того, чтобы тортик у нас не проседал, нам понадобятся бамбуковые шпажки. У меня это именно толстенькие шпажки. Бывают еще можно использовать палочки для суши. Вставляем ее в торт, намечаем четко в уровень с тортиком, ни выше, ни ниже, и подрезаем. У меня тортик не маленький, поэтому точно таких же палочек мне нужно будет шесть штучек. У меня вот такой вот ножик пила, ну, с мелкими зубчиками, вы поняли, удобнее всего подрезать. Прокручиваю и потом подламываю. И вставляю затем эти шпажки в торт. Ориентируюсь так, чтобы сами шпажки у меня находились в том месте, чтобы верхний следующий ярус где-то на 2 сантиметра был больше диаметра вот этого круга и шпажек. Как минимум. Достаем теперь центральную эту ось. Вы видите, она у меня чуть-чуть заточенная, кстати, с одной стороны, чтобы удобно в полистирол и в торт проходило. И смазываем здесь либо ганашем, либо каким-то масляным кремом. У меня здесь тот же, который я буду использовать для выравнивания, здесь масляный крем-чиз у меня. Сами шпажки стараюсь не сильно мазать, чтобы их было хорошо видно, и официанты, которые потом будут резать торт, чтобы их хорошо видели. Примерно выстраиваем следующий ярус и выравниваем его так, как нам нужно. Если бы у нас была центральная ось стояла, этого бы уже не получилось сделать. А сейчас мы выравниваем его визуально, чтобы он был по центру. Опять-таки, визуально протыкиваем верхний ярус, находим в нем дырочку в подложке, протыкиваем дальше и находим дырочку в нижней подложке. Чувствуем, начинаем упираться в полистирол, останавливаемся. Теперь мне нужно будет отпилять кусочек этой палочки, они продаются разной длины на тех же сайтах, собственно, где эти подложки. И буду уменьшать. Зачем уменьшать? Для того, чтобы когда молодые будут резать верхний ярус, они не сильно уперлись в середине коржа в эту деревянную шпажку. Поэтому нужно, чтобы буквально на нее просто оделся верхний ярус и буквально какие-то полсантиметра, чтобы прошло в сам корж. Точно так же вставили шпажки, отмерили, намазали кремом. И здесь уже просто одеваем на дырочку, сначала прокручиваем. И сверху слегка нужно придавить, чтобы сам тортик сел хорошо на эту уже как бы тупую шпажку верхнюю, тупой стержень. Собственно, вот и все. Тортик собран, теперь осталось его только выровнять кремом. Повторюсь, у меня здесь крем-чиз на масле будет. Сам полистирол вокруг нужно обязательно обклеить атласной лентой. Украшен у меня тортик живыми цветами. Белые потеки на сливках. И очень красивый такой нарядный свадебный торт получился. Все очень просто. Дерзайте. А с вами как всегда был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.